Всем привет! Всех приветствую на своем канале и сегодня мы будем что-то творить со своими волосами. Потому что на дворе лето, хочется чего-то новенького, необычного. Можете заметить по моему лицу, что у меня сегодня на лице выросли цветочки прекрасные, такие, я правда не знаю, как они называются, возможно ли такие вообще, ну, скорее всего, существуют действительно такие цветы. Вот, ну, как мы поняли, это уже разные бисеры, наклеечки и так далее. Я делаю сегодня красивую, прекрасную кепочку, потому что у нас в последнее время погода вообще не радует. У нас дожди, ветер и, ну, Сибирь. Ну, у нас впереди еще два месяца лета, поэтому я надеюсь, что за эти два месяца что-нибудь изменится. Мы покупаемся, поедим мороженого, попьем квасу и вообще. Что вы любите делать летом, напишите обязательно в комментариях, будет интересно почитать. Вот, а мы, значит, поедем, посмотрим, не испорчиваю ли я свои волосы, вообще не останусь ли я лысой. И вот, какие перемены меня сегодня ждут, мы увидим далее в видео. Вот такие вот у меня две красочки, еще пудра и оксигены, всего-то есть тыльское. Я уже приготовила свое место, где я буду делать. Тут у меня компьютер и принесла разные заколочки, которые я нашла дома, для того, чтобы закалывать волосы во время того, как я буду их красить. Нашла вот такой вот 6% оксид, оксигент, пудра обесцвечивающая, эстелевская, да, все как всегда. Я уже осветлялась, у меня аллергической реакции нету. И нашла такие кисточки, мне очень нравится эта кисточка маленькая, но я видела, все делают вот такими кисточками. И еще расчесочку. Также я не могу определиться, с какой краской, которой я хочу краситься. Либо с этой, либо с этой. Они оба из фикс-прайса, поэтому хочу их проверить. Также перчаточки, чтобы не замарать руки. Вот, и сейчас сниму до и после. Пробую примерять рефлекс, светоотражение, чтобы прям лицо смотрелось. Она тут ладость на ребят настолько. Мне кажется, это необычное. А вот, а сейчас я выкат. Краска, конечно, была на оксиген, который 3%, но я решила ацетелевский попользоваться, потому что я им уже красилась, и он 6%, поэтому он 100% вам как бы волосы и обесцветит. Я смотрела по ютубу, и поэтому вам советую делать пряди намного меньше, чем я. Края или иначе получится просто половина головы обесцветчено. Но если вы хотите, действительно, половина головы обесцветчено, то делайте, как я. Надеюсь, что за музыку меня не забанит с ютуб. И так далее. Делайте мне. Да. Всё. 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 Я закончила, и я очень долго обеспечилась, поэтому я заранее засекала время, и каждую прядь все-таки выдерживала по своему времени. Но я вам советую делать как можно все это быстрее, чтобы время примерно было в выдержке одно и то же. Я выдерживаю 30-40 минут. Продолжение следует... 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 Мне будет интересно всё это почитать, посмотреть, и до новых встреч, всем пока. Так что, в принципе, в принципе, ничего, я думаю, зайдёт. Я сегодня буду вообще, в принципе, как солнышко буду. Немножко так я не седая, вот. А у меня волосы чистые, поэтому они так пушатся наверху, их надо будет пригладить, даже сделать прическу себе, сделать и тюшком, как это называется, заблуд. Ну ладно. Вы можете заметить ещё, что я часто вот так суюсь в камеру, потому что, ну, приближаясь к камере, потому что у меня что-то проблемы со светом, нету солнца, и у меня что-то с лампой, видимо, кто-то стырил мою лампу, за место неё поставил другую. Я вот обязательно узнаю, проведу своё собственное расследование, поэтому у меня пока что очень немножко будет туго со светом. Ну, думаю, ничего, я это как-нибудь регулирую видеоредактой, ну, если получится.